Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, ограничивает ли православие свободу творчества и самовыражения? Это такой сложный и хитрый вопрос, и много копий сломано по этому поводу. Скажу так, православие не борется со свободой творчества, как и не борется со свободой вообще. Православие, честно говоря, вообще ни с кем не борется, кроме греха и источников этого греха. Поэтому, если под свободой творчества подразумевать свободу совершать очевидный грех, или пропагандировать некие человеческие низменные самые страсти или пороки, которые часто запрещены, собственно говоря, законодательством и уголовным кодексом, то, наверное, православие ограничивает такую свободу творчества. Вообще, ограничения в жизнь человека вносит, по большому счету, Бог. Но не ограничивая человека законом, потому что Бог ограничивает человека законом для его же собственного блага. То есть, пытаясь спасти человека и оградить его от смерти, душевной или телесной. А вот ограничения, то, что Бог вносит ограничения в жизнь человека, это очень важно понять, потому что там, где ты допускаешь Бога, где есть существование Бога, все выстраивается под его существование. Потому что его существование настолько прекрасно и настолько совершенно, что рядом с его существованием все начинает изменяться, и ты начинаешь изменяться сам. Если мы осознаем цель своей человеческой жизни как соединение с Богом, по примеру святых, которые сохраняют свои личностные характеристики, тем не менее становятся с Богом как бы единым целым, то понятно, что такая перспектива подразумевает под собой постепенное отсечение не то чтобы наших свобод, потому что право на самую главную свободу у нас никто не отнимает, а постепенное отсечение всего того, что, знаете, как шелуха, луковица такая сухая, обволакивает наше бытие. Чем ближе мы будем приближаться к источнику света и истины, и истинной свободы Богу, тем больше вся эта шелуха начнет от нас отпадать, обгорать, и там в этом огне божественного пламени потихоньку начнет закаляться и отливаться тот человек, которого Бог замыслил когда-то в каждом из нас. Так что это понятие свобода, творчества или собственного бытия, или самовыражения, это понятие, оно просто в корне своем очень-очень лукавое, и видимо оно и просматриваемо, как любая такая многогранная вещь, только в присутствии Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok